Да, привет всем! Добрый вечер! Меня зовут Виталик, я алкоголик, я член сообщества анонимной алкоголики. Я трезвый с 10 октября 2017 года, то есть немногим более 7 лет. Спасибо большое вам за приглашение. Я всегда говорю, что для меня это очень важно, делиться опытом на группах АЛАНО, на группах Созависимых. Так я каким-то образом чувствую, что возвращаю некий долг, который есть у меня перед моими Созависимыми, в первую очередь родителями. И моей матерью, которая некоторое время тоже являлась членом сообщества АЛАНОН, правда она уже давно не ходит на собрания. Но тем не менее, в первых лет моего выздоровления она тоже ходила на группы, ходила на собрания. И это очень помогло в тот момент. Спасибо вам большое за приглашение и тема «Живи и дай жить другим». Интересная тема, очень красивый. В первую очередь лозунг. Это вот лозунг «Живи и дай жить другим». Вроде все понятно, все красиво, правильно, так и должно быть. Я был согласен с этим впервые, когда его услышал, придя в сообщество, придя на группы. У нас на группах там на живых висят всякие плакаты с лозунгами, с этим. И в том числе, да, это один из самых таких, наверное, известных и популярных лозунгов «Живи и дай жить другим». И, как я уже сказал, с одной стороны, это правильно, понятно, но это, как оказалось, совсем-совсем нелегко для применения на практике. Да, поэтому я лично, ну, я скажу свое личное мнение, мой личный опыт, да, мое личное мнение, основанное на моем личном опыте. Вот часто я вижу, что когда приходит новичок, и мы сразу начинаем ему вот этими вот лозунгами, да, «Тише едешь, дальше будешь», да, «Живи и дай жить другим» и вот так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что данные лозунги находятся не в самом начале книги «Анонимные алкоголики», та самая книга, где изложена та программа, по которой выздоравливаем и мы в «Анонимных алкоголиках», и вы в сообществе «Аланон». И даже не в середине эти лозунги находятся, эти лозунги находятся уже ближе к концу книги, если там не изменяет мне память, по-моему, конец девятой главы, «Новые отношения в семье», и именно там упоминаются эти лозунги. И, как я понимаю, для того, чтобы эти лозунги были действительно для меня применимы в моей собственной жизни, да, вот то, что написано на странице, сейчас я даже скажу, где именно, да, это страница 131 книги «Анонимные алкоголики», сначала делает главное «Живи, дай жить другим, тише едешь, дальше будешь», то подразумевается, как минимум, что человек, дойдя до этого момента, до 131-й страницы, он, как минимум, прочитал и, как минимум, постарался сделать хотя бы минимум из того, что написано на предыдущих 130 страницах. Да, потому что, ну, на самом деле, это действительно очень непросто. В этой же самой книге «Анонимные алкоголики», когда речь идет о четвертом шаге, там есть такие интересные слова, что «Мир и люди повелевали нами». Я знаю, что у многих людей это вызывает, так как и у меня, вызывает сначала некое отрицание, да, антагониту, то есть, ну, как это такое, что значит «Мир и люди повелевали мной». Мною никто не повелевал, я сам себе хозяин, да, и это одно из тех первичных заблуждений, разрушить которые и является цель четвертого шага, да и последующих шагов. В целом, да, было очень важно для меня в программе понять, насколько то, что я делаю в своей жизни, влияет на жизни других людей. И в том числе и то, что делают и даже не делают другие люди, насколько это влияет на мою собственную жизнь, да, потому что я привык жить, вроде бы, вот, да, мне ни от кого ничто не нужно было. Да, я пил последние, там, наверное, 10 лет пил по-черному, да, 10-15 лет, хотя вообще, конечно, стаж употребления и алкоголя, и наркотиков у меня гораздо больше, там, больше 20 лет. Ну, вот, последние, скажем так, 10 лет, когда я уже пил много и регулярно, то есть пил каждый день, я считал, что, ну, мне ни от кого ничего не нужно, да, потому что в конечном итоге я пью за свои деньги. Я работаю, я зарабатываю, я пью за свои деньги. Я, конечно, понимаю, что из-за алкоголя в моей жизни не все так хорошо, как это могло быть, да, но это же моя жизнь. Я понимаю, что я, там, гроблю свое здоровье, но это же мое здоровье, это же моя жизнь. И я был в этом абсолютно уверен, да, кого это должно касаться. Хотя, тот даже минимальный факт, что я жил у родителей, да, но меня это не смущало. То есть, я приходил, я закрывал дверь у себя в комнату, я сидел там, бухал, и я считал, что это вот вообще никого не должно касаться. Да, опять же, это моя жизнь, это мое здоровье, я вас не трогаю, я у вас, там, не знаю, деньги не прошу, я вас не ворую, я вас, там, не бью, я, там, не устраиваю в доме, там, какие-то пьяные дебоши, как некоторые, да, я знаю. Опять же, что вы от меня хотите, что вам от меня нужно. И, как я уже сказал, да, программа, программа в том числе одно из таких важнейших открытий в четвертом шаге и в девятом шаге, было для меня действительно понимание и осознание, как вот эти вот мои действия касаются, и сколько, какой огромный ущерб своим поведением, своим отношениям я наношу в первую очередь самым близким и любимым людям, да, потому что, по большому счету, в жизни не так-то уж и много, на самом деле, я считаю, у каждого человека, не так-то уж и много людей, которые действительно его любят и которых действительно заботят, что с ним будет. Одни из немногих людей, которые были у меня в жизни, это были мои родители, там, моя бабушка, мой брат, которые видели, что на их глазах я спиваюсь, они видели, как я попадал в больницы, как я попадал в реанимации, они меня ходили, навещали, помогали, но я считал, что вообще моя жизнь, это не их забота. И когда я вышел из больницы с диагнозом цирроза печени, они со мной возились, и после того, когда я пошел пить через полгода, когда во многом благодаря их заботе, их поддержке, я начал выздоравливать именно физически, да, именно вот от того, что у меня была там печень, почки, поджелудочная, все разваливалось, и я пошел пить, и я продолжал считать, что это не их дело, да, я продолжал считать, что это не их дело, это вот моя, да, это опять же, это моя жизнь. Ну, если я умру, так я умру, это же моя жизнь, это не ваша жизнь. И вот увидеть и понять, насколько это нанесло ущерб в то время моим самым близким и родным людям, это я увидел уже в девятом шаге. И когда я делал девятый шаг своим родителям, по большому счету им ничего от меня не надо было, да, как, с одной стороны, это был самый простой шаг, да, ну, именно родителям, девятый шаг. С другой стороны, вот, проходит, с тех пор прошло уже, как я уже сказал, около семи лет, ну, чуть меньше, потому что я там девятый шаг, когда я делал родителей, у меня было там, может быть, месяцев семь, восемь трезвости, да. И чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, насколько на самом деле это невосполнимый ущерб, да. То, что я пришел к своим родным и сказал, ну, да, я вот там алкоголик, я сожалею об этом, я бы хотел бы это возместить, но что возможно возместить, да, а как это возможно, как это возможно возместить более 20 лет, да, всего того, что они прошли и прожили рядом со мной, я не могу вернуть эти 25 лет, да, 20 лет. Это тот ущерб, который невозможно на самом деле при всем моем желании. Да, я продолжаю делать сегодня то, что называется возмещать ущерб, я продолжаю быть трезвым, в первую очередь я продолжаю выздоравливать, я стараюсь быть хорошим там сыном для них, что у меня далеко не всегда получается на самом деле. Но, тем не менее, это не возмещение ущерба, это только маленькая часть того, того, что я им возмещаю. Это вот относительно этой темы. И очень, и на сегодняшний день, да, несмотря, что все-таки вроде бы я 7 лет делаю программу, пытаюсь жить, применяя вот эти духовные принципы на ежедневной основе, стараюсь ежедневно делать там и 11-й шаг, и 10-й, и помогать другим алкоголикам, нести весть, спонсировать. Несмотря на это, у меня есть достаточно много ожиданий от окружающих... Ожиданий, да, ожиданий на самом деле это такое, как это по-русски сказать, мягкое слово, да, ожидания. На самом деле требований, требований к окружающему миру, требований к окружающим людям, да, и до сих пор то, что делают другие люди, это продолжает... Опять же, часто меня это злит, часто меня это раздражает, часто меня выводит это из себя, часто меня это приводит в уныние, разочарование, да. Почему? Потому что я до сих пор часто пребываю в той самой иллюзии, что мир и окружающие люди должны вести так, как я хочу. Потому что, и причем на сегодняшний день, когда я, скажем так, претендую на то, чтобы называться выздоравливающим человеком, ну я же вроде бы на сегодняшний день нормальный человек, да, я не пью, я там не честно зарабатываю свои деньги, у меня там дом, семья, там прекрасная любящая жена, я ее люблю, она меня любит, у меня нормальная работа, то есть я нормальный человек, да, и вроде бы, да, и как нормальный человек я естественно знаю, что я уверен, что вот эти вот мои ожидания, а часто требования к окружающим людям и к окружающему миру, они обоснованы, почему? Потому что, ну я же действительно желаю им добра, да, я же действительно хочу, не желаю им зла, я не хочу ничего плохого, да, по большому счету, чего я хочу? Я хочу, чтобы моя там жена была все время здорова, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она улыбалась, чтобы она хорошо себя чувствовала, да, я хочу, чтобы дети преуспевали, чтобы они хорошо учились, чтобы они хорошо вели, да, чтобы они приносили там хорошие оценки из школы, я же этого не для себя хочу, да, я же это хочу для них, причем, опять же, я не хочу чего-то там, скажем, такого фантастического, да, это, кажется, элементарные вещи и это действительно хорошие вещи, как мне кажется. И, с одной стороны, я считаю, что вот это нормально, да, в этом нет ничего, скажем так, плохого или предрассудительного, хотеть, желать, даже, может быть, ожидать от близких, да, чтобы действительно было хорошо и хороших вещей, но не всегда это бывает так, да, несмотря на то, что я всегда хочу, чтобы моя жена была радостная, счастливая, спокойная и там хорошо себя чувствовала, часто бывает не так. Моя жена тоже выздоравливающая алкоголик, она, у нее вот чуть больше 4 лет трезвости и в жизни всякое бывает, и очень часто она бывает в силу каких-то объективных причин, да, она болеет, да, а мне не нравится, что это болеет, да, если я прихожу домой с работы и, допустим, мне хочется провести хороший вечер с моей красивой, любимой и веселой, радостной женой, и я прихожу, и она болеет, во мне это часто вызывает возмущение, да, возмущение, тот факт, ведь я же, ну, как же, да, я же хочу для нее радовать, да, я же для нее хочу самого лучшего и хорошего, да, я прихожу, она говорит, ой, я, да, у меня там голова болит, я плохо себя чувствую, чуть-чуть, да, чуть там сижу, чуть стою, да, вообще пойду лягу, да, и мои планы на прекрасный, хороший вечер, они рушатся, да, и очень часто я могу отреагировать на это не так, как, опять же, любящий, заботящийся, должен отнестись к этому, там, например, муж, да, а я злюсь, я злюсь, вместо того, чтобы, да, и вот молитва четвертого шага, ведь молитва четвертого шага, молитва злого человека, Боже, помоги мне, научи меня относиться к больному человеку, как к больному человеку, я даже этого часто не умею, да, то же самое по отношению к, там, детям, да, например, там, конечно, всем хочется, чтобы их дети хорошо учились, там, не делали проблемы, были там успешными, и это, да, а вместо этого они прогуливают школу, врут, курят, и многое-многое такое, да, как они могут себе такое, ну, как это такое может быть, такого не должно быть, по-моему, хотя, опять же, хотя я сам был точно такой же, да, когда мне было 13-14 лет, я сам прогуливал школу, я врал, я курил, я начал курить в 12 лет, курю до сих пор, да, да, а потом рассказываю, да, детям, да, что курить вредно, курить плохо, с сигаретой в руке, и ожидаю от них, что они будут вести себя как-то по-другому, и, опять же, речь идет о проявлении моего эгоизма, да, я хочу так, как я хочу, не учитывая интересы других людей, я хочу, чтобы младшая дочка моей жены ходила в школу, потому что я хочу, чтобы моя жена чувствовала себя хорошо, да, очень часто меня не сильно без... а когда она чувствует себя хорошо, я чувствую себя хорошо от этого, то есть, в конечном итоге, речь идет о моем эгоизме, и о моей корысти, да, и вот понять это, принять это, да, что чаще всего наравне, а может быть и чаще, даже больше, да, чем я говорю заботе о других или какие-то хорошие намерения, на самом деле я беспокоюсь о своих эгоистических, корыстных каких-то мотивах, да, потому что в конечном итоге я хочу, чтобы все вели себя хорошо, для чего? Для того, чтобы я, для того, чтобы я, Виталик, чувствовал себя хорошо, да, а так не бывает, да, так не бывает, и для того, чтобы вот на ежедневной основе видеть это и принимать это, да, принимать любить людей такие, какие они и есть, да, то, что ребенку в 13 лет, как я не стараюсь ему объяснить те вещи, которые мне, для меня сегодня элементарно понятны 44-летнему мужику, да, благодаря тому, что я, там, у меня есть какой-то жизненный опыт, от того, что у меня есть какой-то, там, ум, да, из-за того, что я, там, что-то в своей жизни увидел, прошел, понял и сделал, да, как бы и каким бы, какими бы умными, доходчивыми, правильными словами я бы не пытался донести это до 13-летнего ребенка, и при этом, каким бы умным, интеллигентным и понятливым этот бы ребенок не был, да, он все равно очень много чего из этого не поймет, да, просто потому, что ему это не дано, ему это, возможно, и не надо в свои 13 лет, да, ему нужно получить свой опыт, ему нужно пройти свой жизненный путь, да, возможно, это будет очень тяжелый, очень неприятный, очень болезненный путь, да, я же не хочу этого, да, но, но это то, что есть, это то, что есть, да, дать возможность человеку прожить свою собственную жизнь, и все, что я могу, да, в конечном итоге, это поддержать, проявить любовь, то же самое, когда я прихожу домой, и моя жена плохо себя чувствует, и это нарушает мои какие-то планы на вечер, да, единственное конструктивное действие, которое я могу сделать, это поддержать, помочь, да, дать совет, причем совет, если меня чаще всего этот совет будет чего-то стоить, только в том случае, если меня этого совета спросят, да, причем я же, когда меня спрашивают совета, я почему-то автоматически ожидаю, что человек этому совету будет следовать, да, хотя я сам далеко не всегда следую тем советам, которые мне дают, и очень часто я прихожу за советом к другому человеку, не обязательно, да, что я ему последую, да, просто хочу услышать, какое мнение этого человека, да, и вот, что у нас по времени, да, время, вижу, уже закончилось, заканчивается, да, и именно для этого мне нужна вот эта вот постоянная инвентаризация, которая начинается в четвертом шаге и продолжается дальше по всем шагам, да, и вечерняя инвентаризация, одиннадцатого шага и десятый шаг, да, постоянно видеть и наблюдать за собой, потому что я всегда, всегда, всегда во мне есть эгоистические, корыстные, нечестные мотивы, да, и даже сегодня, спустя семь лет, они никуда не делись, да, они все со мной, честно делая вечернюю инвентаризацию, я это прекрасно вижу, да, сегодня благодаря программе, благодаря шагам, я очень часто в моменте, у меня есть возможность остановиться и исследовать другим мотивам, да, тем самым мотивам, которые мы называем духовными, смириться, принять, проявить какие-то здоровую, да, заботу, помочь там, где эту помощь готовы принять, посоветовать там, где мы этот совет спросят, ну, или просто подойти, обнять там, сказать хорошее слово, когда это может действительно принести какую-то пользу. Ну, вот примерно как-то так, насчет живи и дай жить другим, конечно, тема, она гораздо более объемная, о ней можно говорить, еще очень много, ну, вот я закончу на этом, если будут какие-то вопросы, я, естественно, с радостью отвечу еще раз, спасибо, что меня пригласили. Все, я закончил. Спасибо, алкоголика. Виталя, вот с чего выздоровление начало, с какого пришло анонимные алкоголики? Спасибо за вопрос. Ну, не я пришел в анонимные алкоголики, а анонимные алкоголики пришли ко мне, вернее, в тот самый реабилитационный центр, пациентам которого я являлся на тот момент, да, там я впервые услышал о программе об анонимных алкоголиках, я до этого, как я уже рассказывал в спикерской, я много лет пил, употреблял наркотики и много чего было там и больница, и реанимация, и цирроз печени, и я все равно продолжал пить, 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 вот до того момента, когда уже в октябре 2017 года понял, что я вот-вот скоро умру, и попросил те же самых родителей, да, чтобы они меня закрыли в каком-то там реабилитационном центре, не с целью того, что я собирался выздоравливать, и не с целью того, чтобы я собирался вот меня в этот реабилитационный центр там посадить, то есть у меня не было никаких планов насчет какой-то там дальнейшей там трезвости, выздоровления или это, нет, наоборот, я на тот момент, когда я оказался в реабилитационном центре, я уже фактически полностью смирил, создался с тем, что я алкоголик, и я, скорее всего, умру от алкоголизма, да, и, а поскольку умирать все-таки не хотелось, да, на тот момент мне было 37 лет, хотелось пожить еще, а единственный вариант для меня пожить еще, это как-то не пить какое-то время, а не пить я уже не мог, потому что я пил каждый день и пил по многу, и за год до этого мне поставили диагноз с рост печени, и я понимал, что, ну, да, я попросил, чтобы меня закрыли в этом центре, так, чтобы, вот, я там побуду пару месяцев, там, сколько, да, соответственно, у меня не будет возможности пить, и, соответственно, я эти несколько месяцев еще проживу, и я не верил, что в реабилитационном центре там что-то случится, какое-то там чудо, что, вот, я там выйду оттуда вдруг и там не буду пить, нет, честно, у меня не было, да, никаких, никаких, у меня не было никаких планов на выздоровление и на будущую, там, какую-то трезвую жизнь или это, когда я впервые, впервые услышал, да, вот в том самом центре, через несколько дней там сказали, что вот у нас тут будет собрание, придут анонимные алкоголики, рассказывают свои истории, я никогда до этого не слышал про анонимных алкоголиков, я не знал ни что это, ни как это, не слышал про программу, ничего, но, услышав все это, опять же, услышав все это, мне на самом деле очень не понравилось то, что мне рассказывали анонимные алкоголики, да, я не могу сказать, что я услышал и вау, как бы, да, я вас всю жизнь ждал, ребята, нет, я это часто рассказываю своих других спикерских, что на самом деле мне совершенно не понравилось, я был очень далек от темы там духовности, какого-то бога, какой-то высшей силы, мне все это не нравилось, мне это все казалось полной чушью и хренью, и сама идея каких-то собраний, каких-то сообществ, состоящих из алкоголиков, то есть, короче, мне все это не понравилось, но я зацепился за это, как за единственную возможность для меня еще как-то, ну, может быть, это сработает, потому что все до этого я там, что было, пробовал, психологи, наркологи, психиатры, таблетки, да, чего только не было, я, как я уже говорил, у меня уже не было никаких своих собственных идей, мыслей, как мне что может помочь, а когда пришли анонимные алкоголики и вот рассказывали все то, что они рассказывали, мне это не понравилось, но я решила, почему бы мне это не попробовать, то есть, терять мне уже на тот момент было нечего, и когда я начал это делать, когда я через два месяца вышел из репцентра, начал ходить на группы, мне это все продолжало не нравиться, и я во все это не верил, но тем не менее, я действительно сказал себе, что окей, я попробую это сделать, вот, да, сработает, не сработает, посмотрим, и это сработало, ну вот как-то так, с этого началось мое выздоровление, по большому счету, скажем так, особо каких-то предпосылок на то, что я буду выздоравливать, и то, что я останусь трезвым, и я часто это вспоминаю, и, да, и в репцентре особо никто, скажем так, не думал, что я буду наоборот, я выходил из репцентра, это было середина декабря месяца, на носу Новый год, я помню, как консультанты в репцентре, конечно, прикалывались, но так, между собой, когда Виталик сорвется, это случится на Новый год, или это случится раньше Нового года, ну, вот, как-то так было, таким вот пациентом я был в реабилитационном центре, и дальше я помню тоже от друзей с моей домашней группы, на которую я пришел выздоравливать, и вот там юбилей, когда я отмечал, мне, мне мои друзья это напоминают, это спонсор напоминает, что когда я пришел, я не выглядел как тот человек, который будет выздоравливать, который как-то зацепится за эту программу, но тем не менее, у нас и в книге написано, что именно такие люди, когда все махнули на них рукой, в которых уже никто не верил, и ничто не верил, именно часто именно такие люди переживают, там такие вот, являются яркими примерами выздоровления, то самое чудо, которое может совершить Бог самыми, такими самыми, самыми конченными, уже такими, как я, и это сработало, ну вот как-то так, все, наверное. Мало ли влияние на болезнь алкоголизм созависимое поведение близких людей? Да, спасибо на вас за вопрос, ну, краткий ответ, наверное, будет, скорее нет, чем да. Вы знаете, я не, после стольких лет, все-таки, да, я немножко все разобрался в теме, ну так, в общих чертах созависимости, я не могу отказать, что мои родители созависимые. Ну, в крайнем случае, из того, что я вижу, я уже упомянул, что моя мама ходила первые годы на собрание Алану, которые были у нас в городе, наоборот, мои родители, наверное, так получилось, они люди сами по себе очень, очень здравомыслящие и очень по-своему, духовные, когда я говорю духовные, важно, чтобы понимать, они люди не религиозные, не практикующие какие-то духовные практики, они просто такие вот, да, и их родители были именно такие, да, и поэтому за все вот годы моего пьянства они выбрали для себя, скорее всего, даже неосознанно вот ту правильную модель поведения, которая, о которой много сегодня вот говорят и слышат именно в сообществе Аланон, да, когда я слышу разные спикерские на эту тему, да, иногда я совсем немного, я не являюсь членом сообщества Аланон, но, скажем так, по роду деятельности, профессии я общаюсь, и я более-менее там слышу и знаю и слышал какие-то там семинары и общался там с выздоравливающими людьми в Аланон и то, что вот я слышу именно то, что предлагает программа Аланон, да, вот, мои родители именно это и практиковали, да, они мне изначально дали возможность пройти свой путь и выбрать свою жизнь, да, они никогда там не отбирали у меня будто они обо мне заботились, они мне говорили, они мне всегда помогали, когда мне эта помощь нужна была, да, но они никогда ее не навязывали, они никогда меня, то есть, да, в конечном итоге, да, они дали мне дойти спокойно до моего первого шага, да, до моего самого при этом да, они не разрушая свою собственную жизнь, когда я говорил, я упоминал девятый шаг, насколько им это тяжело все было, понятно, но при этом они продолжали жить нормальной полной жизнью, и когда я начал выздоравливать, они сделали, ну, они приложили максимум усилий, чтобы мне помочь, и на сегодняшний день они помогают, вот, буквально 20 минут до сегодняшней встречи, мы с женой вернулись от моих родителей, мы были у них, мы там раз в неделю, каждую пять стараемся к ним заезжать на пару часов, да, и мама сидела и спрашивает, да, мы там разговариваем, естественно, на это, а как вы, а что вы, вы были сегодня на группе, не были, а почему не были, да, я говорю, ну, вот так вот, у меня сейчас работа такая, она говорит, а вы, да, вы сейчас реже стали ходить на группы, а это же хорошо, это, а это же не есть, наверное, хорошо, а как ты, а как вот Марина, у Марина же все-таки меньше срок трезвости, да, ну, вот, да, они проявляют, они проявляют заботу, участие, там, где это надо, там, где это действительно может помочь, и вот, то есть, в данном случае, я могу сказать, что, ну, хоть мои родители, да, всю жизнь прожили, до 30, до 40 лет, я жил у них, да, они всю жизнь прожили с алкоголиком, наркоманом, и, и, кстати, младший брат у меня, он не алкоголик, ну, или, может быть, он еще не допился до этого, тем не менее, они не созависимы, вот, в таком, в классическом, скажем, такое, они скорее не, скорее не, не созависимы, чем созависимы, ну, вот, как-то так. Спасибо большое, Виталий, за ответ, поставила плюсик Елена, Елена, задавай вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, Елена, семейная болезнь и алкоголизм, жена алкоголика. Ну, хочу поблагодарить за спикерскую, вообще, очень для меня ценно, важно, и так много развеялось в мифах, вот, прям, в частности, сейчас, вот, такой последний, да, что я винила свекровь, что вот она такая соза глубокая, поэтому мой муж алкоголик. Вот, знаете, у меня какой вопрос, я, когда заходила в программу, я думала, что я сейчас быстренько мужу выздоровлю, и все у нас будет классно, но, так у нас получилось, что от мужа я уехала, и муж как-то резко пошел на дно, ну, так Бог устроил, вот, и, знаете, у меня вот сейчас такой вопрос, когда я заходила в программу, у меня такая была, там, первые плюшки, эйфория, и все классно, потом тяжело-тяжело, потом раз, там, от мужа уехала, вроде полегче, а сейчас, знаете, такая, блин, мне вот эти плюшки даются, там, не знаю, блин, не знаю, кровью и котом, тяжело-тяжело-тяжело, потом раз, вдохнула, ну, слава Богу, потому вот это выздоровление, вот, если было такое, то, когда уже такое, стабильное, получше начинается, и второй вопрос, работа у вас осталась та же, или вы сменили род деятельности, там, спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос, начну с ответа на первый вопрос, очень бы хотелось бы тебя утешить и сказать, что это скоро закончится, и скоро все будет хорошо, прекрасно, да, но я скажу, я скажу, как и есть, да, естественно, у меня тоже была некая, скажем так, иллюзия и желание, да, что вот я начну выздоравливать, и да, много очень разных чудесных вещей происходило в начале, в первом году, на первом году особенно выздоровления, и мне казалось и хотелось, чтобы так было всегда, со временем обнаружилось, да, что, ну, на самом деле, все не, все, все совсем не так, ну, все так и не так, да, жизнь, оказывается, очень непростая штука, да, и очень много, что в моей жизни не зависит от моего выздоровления, да, в жизни всякое происходит, всякая хрень, на которую, ну, невозможно повлиять, ну, вот, выздоравливай, не выздоравливай, там, хоть ты там, будь самым там, духовным, духовно продвинутым, анонимным алкоголиком, на свете, да, но, дерьмо, как оно случалось, так оно и продолжает случаться в жизни, да, и жизнь до сих пор продолжает оставаться такой же тяжелой штукой, и близкие болеют, и умирают, и случаются всякие катаклизмы, и войны, да, вот у меня сейчас в стране, в Израиле, очень тяжелый, неприятный последний год, и война, и сирены, да, и вот мы иногда бегаем в бомбоубежище, и люди гибнут, и не всегда это полностью даже безопасно выходить из дома, хотя, опять же, да, слава Богу, что у нас хотя бы так, а ведь бывает гораздо хуже, да, ну, я, я это к тому, что, ну, ну, вот в жизни бывают такие вещи, меняется мое отношение, да, ведь для чего мне нужна программа в первую очередь, да, программа, духовность, она и дана мне для того, чтобы как раз таки и пройти вот эти вот тяжелые испытания, да, ну, смотрите, на самом деле, мне не нужно сильно много духовности и Бога, когда у меня все хорошо, да, когда у меня все хорошо, и когда все в елочку, как говорится, да, ну, 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 зачем, как бы, да, вот, поэтому мы часто склонны забывать, именно, когда у нас все хорошо, о Боге, о духовности, и это очень часто случается со многими алкоголиками, когда они начинают выздоравливать, и в их жизни начинают происходить действительно изменения в лучшую сторону, и человек говорит, а зачем мне сейчас все, вся, вся вот эта вот хрень, да, там, собрание, там, спонсор, подспонсорные, там, да, столько своих, там, хороших дел, опять же, выравнивается в какой-то мере наше внутреннее состояние отношения ко многим вещам, стабильность, да, у меня эта стабильность эмоциональная, более или менее стабильность, трезвость, она где-то началась после, вот, там, двух лет трезвости, да, но опять же, очень важно понимать, что такое, как, что, что такое эмоциональная стабильность, это не значит, что в моей жизни не, не, не происходит каких-то там плохих, неприятных или тяжелых вещей, они продолжают происходить, и когда я говорю, что, вот, у меня есть какая-то там эмоциональная стабильность, или какая-то эмоциональная трезвость, как у нас часто, часто применяют это слово, это не значит, что вот случилось какое-то несчастье, да, а я при этом там, ну, хрен с ним там, да, ну, вот умер там человек близкий, все, а мне что, я себя прекрасно чувствую, или там, вот, война идет, там, любит, гибнут, а я хожу такой, с улыбочкой, да, как дурачок, да, и у меня все по кайфу, нет, нет, при этом я продолжаю испытывать все те же самые чувства, да, когда случается какое-то несчастье, мне грустно, мне очень грустно, мне плохо, когда случаются какие-то там неожиданные перемены в жизни, которым я был, которых я не хотел, и которым я был, мне часто бывает страшно, это нормально, это часть жизни, да, моя сегодня эмоциональная трезвость, и вот эта вот стабильность, это в том, что, часто из-за этих состояний, я не впадаю в какой-то там, в какие-то крайности, да, я их проживаю, так как я это и, и, и должен проживать, для меня эти состояния, на сегодняшний день, не являются катастрофой, ну, я могу сказать, что вот последний год был очень-очень тяжелым для меня в эмоциональном состоянии, да, плане, опять же, в стране война, да, я работаю на новой, незнакомой мне работе профессии, сейчас отвечу на второй вопрос, мне тяжело, у жены, не совсем хорошо, да, со здоровьем был за этот год, в последние несколько месяцев у меня умерло двое хороших друзей, да, выздоравливающих, анонимных алкоголиков, умерли не от нашей болезни, они умерли от других болезней, да, что, ну, тоже, одна из них молодая девушка, другой мой подспонсорный, да, которая 4 года выздоравливал, мужик в возрасте, да, но совсем не старый, 60 лет, да, и вот, буквально 3 или 4 месяца, назад, у него вдруг обнаружили рак, рак печени, да, и человек умер, ушел буквально за несколько недель, да, и все это очень сильно отразилось на моем, вот, и опять же сказать, что при всем при этом я чувствую себя, вот, как бы, да, да, прекрасно, я при, при, преисполнил, там, да, там, душевного спокойствия, спокойствия, я там радостный, свободный и счастливый, ну, вот, далеко нет, далеко нет, и у детей, там, у вас, у малой в школе не очень, и все вот одно на одно наложилось, и я не могу контролировать эти вещи, и мне часто плохо, мне часто грустно, мне часто есть какое-то состояние, там, да, и плакать хочется, и, но для меня сегодня все это не является катастрофой, да, вот, стабильность, это в том, что я, я сегодня нормально проживаю эти состояния, я грущу, когда мне грустно, веселюсь, когда мне весело, там, и, и вот об этом идет речь, а, а вот эти вот вещи, они в жизни никогда не, 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 не кончатся, да, потому что оно всегда так, ну да, я знаю, что сейчас вот год был тяжелый, я знаю, что следующий год, наверное, будет чуть легче, ну, потому что уже тяжелее, как бы некуда, но я также прекрасно знаю, что за этим легким годом последует, случится еще что-то другое, да, и это всегда так, и это нормально, и это часть жизни, вот, это относительно, вот этих вот вещей, да, и насчет работы, нет, я, опять же, я, два года назад, тоже было для меня большое потрясение, да, я после армии, там, с 23 лет работал на одном предприятии, я работал там все годы, когда я пил, и когда болел, и даже когда я лежал в грибцентре, меня оттуда не уволили, и 4 года выздоровления я работал, это было, может быть, не самое лучшее, но это была стабильная работа, которую я знаю, которую я умею, мне там, в принципе, неплохо платили, я там не сильно перерабатывал, да, и вдруг это предприятие, вдруг в один день нам сообщили, что вот, да, через 3 месяца предприятие закрывается, да, у меня без малого было 20 лет работы на этом предприятии, и это для меня было достаточно сильно большое потрясение, да, за год до этого, меньше год до этого я познакомился со своей женой, переехал в другой город, мы сняли квартиру, у меня жена, двое детей у нее, и, да, собака, кошка, и вдруг такое, а я по большому счету человек без особого образования и без ничего, но это было очень, это было очень неприятный, да, момент, во всем, да, понимание, что и мне пришлось, да, пойти, начать учиться, я пошел учиться, мне было 43 года, я до этого никогда в жизни не учился, ну, я ходил в школу, но я не учился, мне это было безумно тяжело и безумно страшно, и я отучился, я пошел учился на компьютере, какие-то простые курсы, устроился на новую работу, да, не на заводе, как я работал на это, в офисе, с компьютером, мне это тоже было ужасно страшно, да, я там работал, вот сколько, уже полтора года, и я до сих пор чувствую там себя не в своей тарелке, потому что мне очень часто не хватает, да, я знаю, что я недостаточно хорош для своей профессии, но тем не менее, и мне, да, мне часто бывает очень страшно, но я продолжаю это делать, и делаю, да, и вот, и слава Богу, и опять же, эти вещи, к сожалению, они не кончаются некогда, ну вот, да, в жизни всегда случается какая-то хрень, да, в жизни всегда случается какая-то хрень, и это нормально, это, наверное, так и должно быть, в большой книге сказано, что, и там есть такой момент, да, еще в конце рассказа Билла, что если алкоголик не совершенствует, и не обогащает, свою жизнь путем самопожертвования, да, то он не сможет перейти через будущее испытания, это говорит о том, что испытания будут всегда, да, но стабильность, она заключается в том, что все вот эти вот испытания, они, сегодня я их воспринимаю, не как какую-то катастрофу, да, не как какой-то конец света, хотя в моменте иногда бывает так, вот, да, случилась катастрофа, да, я когда услышал вот то, что наше предприятие закрывается, у нас через 3 месяца, ну, для меня это была катастрофа внутри, да, но пришел, по-моему, да, сделал свой 10-й шаг, 11-й шаг, поговорил со спонсором, с Богом, 5-е, 10-е, да, я через какой-то момент понимаю, да, что, ну, не случилась никакая катастрофа, да, случилось, опять же, случилось опять не по-моему, случилось опять то, чего я не хочу, случилось опять то, к чему я не был готов, ну, это нормально, да, и у меня сегодня есть все для того, чтобы преодолеть это, и жизнь раз за разом показывает мне, да, что вот стабильность, стабильность, она еще в чем заключается, я сегодня знаю, что у меня есть все для того, чтобы преодолеть это, хоть в моменте, да, мне кажется, нет, да, то есть у меня не будет, не хватит на это сил, у меня не хватит на это способности, у меня не хватит на этого мужества, у меня, да, у меня все, ну, вот это конец света, да, ничего сделать с этим невозможно, а благодаря программе, благодаря шагам, благодаря каким-то там действиям, я, да, это помогает мне вернуться в состояние, что, ну, вот, никакая беда, никакая беда не преодолима, да, и нету никакой там неприятности, которую нельзя было бы прожить, и что-то там сделать, и как-то, как-то двигаться с этим, и прижить дальше, ну, вот, как-то так, как-то так. Спасибо, Виталий, у нас ставил Альбину плюсик, Альбин, ты уже вопрос написала, Виталик, привет, спасибо большое за спикерское, Альбина, семейная болезнь, алкоголизм, как справляешься со страхом на работе, ощущением не в своей тарелке, ой, как справляюсь, как справляюсь, конечно, с Божьей помощью, конечно, молитва очень действенный инструмент, конечно, конечно, то, что я делаю и проговариваю, это в том числе и своему спонсору, в десятом, одиннадцатом шаге, не только спонсору, и в конечном итоге, я же знаю, что страх, очень часто, и это тоже один из опытов программы, что страх, это иллюзия, я часто боюсь, чего-то, чего нету, или чего-то, чего никогда не случится, да, я знаю, я на сегодняшний день, я знаю, что мой страх неконструктивен, в том плане, что в конечном итоге, я не могу сделать больше, чем я могу, мне это не дано, и чаще всего, от меня это не требуется, да, то есть, в конечном итоге, я хожу на работу, и мне платят деньги, именно за те навыки, которые у меня есть, а не за те навыки, которых у меня нету, да, и то, что моих навыков, не всегда хватает, чтобы, скажем так, да, иметь все ответы на все вопросы, да, или решения на всех проблемах, так как меня этого же и не требуется, да, в конечном итоге, что я могу с этим сделать, ничего, я могу продолжать работать, так хорошо, как я могу, так хорошо, как я умею, мне бы хотелось, скажем так, знать больше, делать лучше, но я не могу, мне неоткуда это взять, да, я не могу, я не знаю больше, чем я знаю, и я не умею больше, чем я умею, да, я не могу прыгнуть выше своей головы, в конечном итоге, я себе говорю, окей, ну хорошо, худшее, да, что самое худшее, что может со мной случиться, да, потерять работу, ну окей, я уже терял работу, другую работу, ничего не случится, да, никакой катастрофы, из-за этого не произойдет, да, не, если я там, допустим, гипотетически, лишусь работы, да, это не значит, что мне придется жить, жить на улице, а в моей семье голодать, нет, это значит, что мне придется идти, начинать работать на другой работе, всего-навсего, но и этого, скорее всего, не случится, покуда я делаю то, что я делаю, а я стараюсь делать так хорошо, как я могу, и как я умею, и в принципе, начальство мной довольны, да, то есть, это я собой недоволен, да, а вот эти страхи, я же говорю, они по большей части, они надуманные, да, они надуманные, потому что, потому что, опять же, в моей голове очень часто возникает, ну вот, вот это то, что, то, чего нету, да, большинство моих страхов в голове, я думаю о том, что еще не случилось, и как показывает мой жизненный опыт, по большей части этого и не случится, да, я не помню, кто говорил из американских спикеров, по-моему, Дан Мейджор, да, у него в какой-то спикерских была такая интересная фраза, он говорил, что я всю жизнь пытался, предотвратить несчастья, которые так никогда и не случились, да, или как-то он сказал, да, я, я большую часть своей жизни, да, старался, да, старался предотвратить те несчастья, которые так никогда и не случились, то есть, это еще не случилось, да, я уже в голове пытаюсь как-то, как-то эти, эти несчастья предотвратить, отвратить и и да в конечном итоге до показываться что все эти несчастья что все это они были только в моей голове да я там что-то неправильно сделал по работе и вам моей голове к нам картина сырая да голова моя рисует картину что обязательно завтра там начальник меня вызовет и на и и даст мне втык да и я в голове начинаю с этим начальником ругаться объяснять ему там что-то доказывать я уже своей да могу уже дойти в своей голове за тем чтобы там я не знаю набить ему морду или уволиться да или он меня уволит вот вот так вот в голове да вот так вот моя голова работает на следующий день я прихожу на работу говорю начальнику внутрь вот вчера было это это ерунда да просто забудь все нормально да там то там ничего не было да а в своей голове у меня уже это вот 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 это вот мои страхи да я мне постоянно нужно напоминать что что вот как я преодолеваю свои страхи даже что мои страхи по большей части они не настоящие да а если какие-то настоящие вещи со мной случат случится до которых можно было бы бояться уволят с работы ну так найду новую заболею ну так буду лечиться там что-то еще случится ну как случится да опять же неразрешимых ситуаций нет ну как я уже говорил случится какая-то хрень она обязательно случится но в тот момент когда она случится тогда и будем с этой хренью решать да я хотя бы буду знать что случилось и тогда я задю мне мне будет дано и какое-то решение да потому что не дается человеку в жизни неразрешимых ситуаций такого не бывает вот поэтому и полагаться естественно на полагая стараясь на бога до постоянно возвращаться к тому что ну бог да все-таки он позаботиться обо мне так или иначе да второй вопрос я вижу да а кстати как ощущение не своей тарелки ну опять же со временем это проходит со временем это проходит и это нормально да то есть она это нужно только время источник радости и удовольствия для меня как расслабляюсь я каждый день стараюсь находить на море да я живу в километре до город на тане это да у нас стоит на берегу средиземного моря я стараюсь каждый день ходить на пару часов да я работа позволяет я в основном работаю стараясь работать вечерней смены утром отвожу жену на работу иду на пару часов на море сейчас уже купаться холодновато хотя люди еще купаются но в ноябре месяц до 15 ноября вот я позавчера еще купался холодно но еще можно скоро скоро все-таки хотя пляжный сезон уже закончился как расслабляясь люблю до путешествовать вообще расслабляю вообще это этот вопрос он на самом деле очень важно особенно для алкоголиков потому что когда я начал выздоравливаться и оказываю оказалось что я ничего этого не умел да уж вот чем для меня является источник радости удовольствия как я расслабляюсь я не знал и не умел этого да все что являлось для меня источником радости удовольствия и расслабления за мою жизнь было неразрывно связано с употреблением алкоголя или да и все что я любил как оказалось да я например например я любил там смотреть футбол до смотрел и там элипы чемпионов и там все эти чемпионаты европы и мира и там следил за какими-то командами и что-то там за кого-то болел и я бы мог сказать вот это мое там да вот так я получаю удовольствие расслабляюсь когда я протрезвел я вдруг с удивлением для себя обнаружил блин что это что оказывается да что оказывается это не такая уж интересная и интересная тема смотреть футбол да то есть нет я могу посмотреть футбол но но как-то это это совсем не то да я например любил слушать музыку да я любил там опять же с друзьями там выехать на при я называл это да я называл это выехать на природу там поесть шашлыков да на самом деле то есть если говорить простым языком да это было просто поехать побухать то есть ну тут я бухал дома да тут выехать побухать на природе да и для меня это вот первое время было как это да можно выехать на природу на шашлыки и не бухать я даже музыку первые а я очень люблю музыку из детства очень любил музыку очень много слушал мне первый год даже я даже этого делать не мог да как это слушать мы для меня слушать музыку на трезвую голову я включал свои лучшие песни любимые песни я не понимал да не абсолютно это было как будто бы совершенно что-то по-другому и мне заняло достаточно много времени первое время до 1 год пару лет даже для для меня вот этим источником радости удовольствия мы удивились именно анонимные алкоголики до тех друзей которых я нашел в первую очередь мои домашняя группа потом когда я начал сам спонсировать других людей служение да вот это вот ощущение нужности полезности и это первые годы для меня это было источником радости удовольствия и расслабление но со временем и мы со моим спонсором говорили мне спонсор говорил слушаешь ну тебе как бы да то есть это все конечно очень хорошо что ты так хорошо и много выздоравливаешь и ходишь все время да нам регулярно на группы и у тебя там 10 служений и 20 подспонсорных и там все 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 это все это классно и хорошо да один первый год выздоровления второй год выздоровления там третий год но да тебе нужно жить жизнь да нам программа дается для того чтобы жить а не жить для того чтобы делать программу да и мой спонсор он у меня кстати к этим вещам подталкивал да в какое-то время да начни да начни да во первых ты там тебе сам 40 лет и ты не жена да и что ты считаешь что ты там это само на тебя упадет начни что-то делать на что в тебя твоей жизни интересует начни чем-то заниматься и я начал искать и я действительно вдруг в 40 лет я начал я сел и начал думать а блин а что мне в жизни нравится чем я хочу заниматься вот то что я любил раньше там часами смотреть футбол там слушать музыку я сегодня опять могу посмотреть на футбол раз в месяц и послушать музыку там по дороге в машин но это не то чем я сегодня могу наполнить вот да что что нового что я в своей жизни могу делать и ответов на это может быть множество да люди находят для себя абсолютно новые какие-то хобби развлечения кто-то там на рыбалку ходит это не начинает ходить это совсем не моё кто-то там я не знаю рисовать или какие-то горшки из глины лепить или кто ну у каждого это может быть что-то разное да я нашел для себя например там мне очень нравится путешествовать да я очень люблю ездить на природу там посещать всякие природные заповедники просто гулять по на часть у страна у нас небольшая но есть чем где погулять где провести время очень очень не люблю выходные проводить дома до где-то там поехать погулять каком-то красивом месте но еще все-таки при всем этом да то что я делаю в анонимных алкоголиков продолжает для меня оставаться очень большим на сегодняшний день не единственным но все-таки очень очень большим источником радости и удовольствия до работа с подспонсорными до видеть как действительно ребята начинают выздоравливать когда они делают какие-то успехи когда они там делают девятые шаги своим родным как-то восстанавливаются семьи и это вижу моих подспонсорных начинается нормальная жизнь когда они сами начинают спонсировать служение да и результаты служения когда мы вели я ну видишь как результат того что ты делаешь этот это тоже является из очень большим источником радости и удовольствия но и естественное время провождения семье тоже сказал моя любимая жена она тоже мне такой повезло наверное что она тоже выздоравливающий алкоголик да поэтому мы до ездим вместе и на группы и монета очень классно и да я получаю это удовольствие также мы вместе проводим время ездим путешествуем гуляем вот такие вот вроде бы элементарные вещи но но в конечном итоге вот как-то так как-то так я вижу еще один вопрос в чате работать нет 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 сказать что работа любимая нет и опять же это нормально опять я не согласен с теми кто считает что работа обязательно должна быть любимая ну к этому опять же это очень лично я считаю да и каждый имеет право на свое мнение да кто-то там считает что работа это должно быть там любимое дело которым да там я не помню как-то поговорка найти что тебе там нравится делать в жизни тебе не придется работать ни одного дня кому-то кому как да для меня работа это в первую очередь источник до источник стабильного дохода да который необходим мне чтобы кормить и обеспечивать себя и свою семью да я не могу сказать что я вот старая работа старая моя работа я ее не любил да она была нелюбимая работа я ее не любил мне там было плохо хотя этом работал 20 лет хотя я там особо сильно не работал хотя я был там небольшим начальником я ее не любил я понимал что эта работа скажем так не моего уровня до эта работа это вот до сегодняшняя работа я не трудно сказать что я ее люблю да но при всем при этом я не могу сказать что я ее не люблю да это нелегкая работа иногда это является неким источником некого стресса как я уже сказал да на этой работе есть много вызовов профессиональных до которых мне не хотелось бы но они есть и я работаю да я отношусь сегодня к этой работе вот так как я очень благодарен за то что у меня сегодня есть эта работа на в отличие от того что было два года назад это работа земля и небо если раньше я там работал на заводе по 40 градусная 50 градусная иногда жари до грязь пыль шум и это да сегодня я сижу в чистом на офисе с кондиционером перед компьютером да я занимаюсь я работаю фирме сотовой связи интернет провайдер да мы этим занимаемся то есть я работаю в коллективе молодых умных интеллигентных ребят да не как это было на прошлом месяце и мне мы не абсолютно не на что жаловаться опять же являя любимая ли она работа однозначно нет нелюбимая ли это работа тоже однозначно нет работа как работа работа и слава богу опять же ну для меня на сегодняшний день я воспринимаю работу именно так мне хватает источников удовольствия и что у нет любивого вне рабочие времена да у меня есть любимая жена у меня есть любимая семья у меня есть любимая домашняя группа у меня есть любимые под спонсорные да у меня с любимое море да у меня есть любимое diagnose до рaga до работа ну окей вот есть как есть и слава богу как то то Спасибо большое, Виталий, за спикерское, что пришел к нам, что ответил на вопросы. Вопросов вроде бы больше нет, наверное, запись можно выключить. Оля, выключаем запись.